здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекции по литературе меня зовут никита и мы с вами продолжаем разговор о творчестве максима горького сегодня у нас на повестке дня его произведение старуха и зергиль и конкретно отрывок о данка что за произведение старуха и зергиль старуха и зергиль это рассказ максима горького написанный в 1894 году этот рассказ состоит из нескольких частей в нем скажем так имеет место это легенда о ларе также легенда о данка а также рассказ самой старухи и зергиль о мужчинах которых она любила в своей жизни собственно говоря это произведение построено на приеме рассказ в рассказе то есть все о всех событиях мы узнаем из рассказа старухи и зергиль нам конкретно интересен сегодня эпизод с данка что это за эпизод в чем его особенность и какое его значение потому что на самом деле этот эпизод имеет огромное значение для русской литературе он один из самых таких запоминающихся как в свое время мы говорили например о алых парусах алых парусах и образе алых парусов что же происходит происходит в этой части жили были сильные смелые веселые люди но однажды племена прогнали этих людей вглубь леса в этой части леса была кромешная тьма были болота и люди гибли от исходящего смрада от этих болот что же им оставалось сделать когда они были вдавлены в в этой часть у них было лишь два пути либо идти назад где сильные враги и значит это вопрос противостояния либо идти вперед но там путь преграждали огромные деревья великаны которые тесно сплетались между собой и преграждали дорогу от этого люди конечно страдали женщины и дети плакали а мужчины увлеклись серьезной думой они думали как им быть но дело в том что они не решались идти биться насмерть хотя в принципе они могли бы но они боялись утраты их культуры и традиции в случае их гибели поэтому они не могли себе этого позволить и вот такой вот замкнутый круг они не готовы сражаться но какого-то найти выхода они не в состоянии и тут появляется данка данка один из тех людей молодой красавец красивые всегда смелы в очах его светилась много силы и живого огня и данка обращается к людям с речью он предлагает вывести их повести их за собой чтобы выйти из этой тьмы а от этого смрада болот и люди увидев в нем силу и смелость они говорят ну веди нас и данка повел повел их данка дружно все пошли за ним верили в него трудный путь это был темно было и на каждом шагу болото разевала свою жадную гнилую пасть глотая людей и деревья заступали дорогу могучей стеной переплелись их ветки между собой как змеи протянулись всюду корни и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям долго шли они все гуще становился лес все меньше было сил и вот стали роптать на данка говоря что напрасно он молодой и неопытный повел их куда-то а он шел впереди их и был бодр и ясь обратите внимание что теперь когда люди понимали что где просвет сколько еще идти и многие люди погибали на этом тяжелом пути и конечно же они винили человека который взялся их вести хотя если бы они не предприняли этот путь то соответственно они бы в любом случае многие умерли да то есть от исходящего смрада от уныния от беспросветности они просто бы находились на одном месте и ничего бы не делали и тут данка делает следующее что я сделаю для людей сильнее грома крикнул данка и вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой оно пылало так ярко как солнце и ярче солнце и весь лес замолчал освещенный этим факелом великой любви к людям а тьма разлетелась от света его и там глубоко в лесу дрожащие пала в гнилое зев болото люди же изумленные стали как камни обратите внимание конечно это такой чудесный фантастический элемент похожий на сказку в реальность в реальном произведении конечно мы не увидим эпизода где человек вырывает так сказать из груди свое сердце и после этого живет и идет да то есть это конечно такой иносказательный элемент такой яркий образ что человек ради людей ради остальных и из любви к ним он вырува вырывает сердце из своей груди и с помощью него освещает им дорогу они идут дальше и они выходят на конец из этого темного леса все конец пути кинул взор вперед себя на шир степи гордый смельчак данка кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо а потом упал и умер люди же радостные полные надежд не заметили смерти его и не видали что еще пылает рядом с трупом данка его смелое сердце только один осторожный человек заметила это и боясь чего-то наступил на гордое сердце ногой и вот она рассыпавшись в искры угасла вот откуда они голубые искры степи что являются перед грозой вот такая вот легенда да то есть легенда объясняющие что-либо в данном случае она объясняла то почему вот появляются вот эти голубые искры степи по мнению старухи и зергиль да то есть это осколки вот этого смелого жаркого сердца данка но мы видим здесь другое мы видим здесь жестокость людей которые благодаря данка вышли из леса но обратите внимание она они были равнодушны к его стараниям потому что когда он упал никто не подбежал к нему никто не поинтересовался что с ним никто не пытался ему помочь они восприняли это ну вот он вывел и вывел хорошо а получается да что он пожертвовал собой ради людей он спас их да то есть тех людей которых вывел он их спас то есть и произведение поднимает очень такие серьезные проблемы хотя но по-своему как бы напоминает нам сказочное да то есть человек вырывает из груди свое сердце да и идет им освещая дорогу вообще это очень яркий образ русской литературы 20 века человек с сердцем которое освещает с помощью него дорогу и здесь очень много иносказательного образ леса и болот это образ уныние образ беспросветной горечи которая порой захватывает нас да когда нам кажется что печали идут одна за другой и не там конца а вот этот человек с сердцем да то есть это какое-то яркое может быть яркое событие что-то такое яркое что способно вывести нас из вот этой тьмы но также произведение говорит о жестокости о равнодушии людей и говорит о том что порой люди не замечают то добро или тот свет который происходит рядом с ними что сделал человек он растоптал его сердце да почему он это сделал он сам не знает и многие люди творят зло или что-то плохое просто от нечего делать да то есть они даже не могут объяснить зачем они порой это делали рассказ старуха и зергиль чрезвычайно яркий там не только легенда оданка там легенда о лари и некоторые другие моменты поэтому я вам рекомендую прочитать его полностью а на этом наш урок закончен спасибо за внимание до свидания